Вавилонская башня. Наша цель Вавилонской башни уже совсем рядом. Портал, который мы ищем, находится там. Но будь осторожнее, существует легенда о жутком чудовище, что обитает внутри. Она утверждает, что всякий, кто победит его, сможет проникнуть в потусторонний мир. По-видимому, чудовище охраняет портал. Но сначала надо выбраться отсюда. Мы находимся во дворце короля Тилмуна. Единственный выход — вон та дверь впереди. Так, ходят там, охраняют что-то. Лох охранил. Так, первый секрет. Церемониальный зал. Найди углубление в стене слива от... Никто не нападает. Слива от выхода ближе к нему. Возьми секретное ядро. Видимо, где-то здесь. Церемониальный зал. Это самый большой зал в башне церемони... церемони... церемониальный. Здесь проходили все важные мероприятия и церемонии. Сейчас он заперт, и нам нужен ключ. Я хорошо вижу его отсюда. Это статуэтка царя Тилмуна. Она стоит в середине комнаты. Нужно взять ее. Так, сколько у нас тут секретов? Сколько у нас тут врагов? Врагов много. 685. Секретов 10. Так, мы возьмем сразу. Вот этот царя Тилмуна. Так, теперь ищем какую-то... Так, выемка по ней должна быть. Так, вроде как слева от стены. Слева от выхода. Здесь должно быть углубление. Так, может быть, мы сейчас не сможем. По-любому. Нет, можем. Так, где-то здесь у нас должны быть. Вот у нас один секретный боеприпас. Так, хорошо. Второй зал космоса. Что-то можно, в принципе, выходить. Это не похоже на зал космоса. Космический зал. Невероятно космический зал. Еще один миф, ставший явью. При украшении этого зала в Вавилане они использовали все, что знали из астрономии о Вселенной, о планетах и их взаимодействиях. Пользуясь сложными математическими и физическими расчетами, они могли определять по движению небесных тел их координаты и построили этот зал согласно основным законам Вселенной. Учителяется. Так, между второй колонной и второй от входа и лестницей на правой стене спрограммись под лестницу, чтобы взять сердце. Так, первая колонна. Так, я так понимаю, что где-то здесь. Так, вертся у нас обратно телепортировали. Так, хорошо. После длинного узкого моста и перед следующими ступеньками следуй платформу чуть ниже лестниц, чтобы взять патроны для снайперки. Так, вот у нас узкий проход, мостик. Так, будет быстрее. Так, на этот момент туда надо прыгать. Всякий случай сохраним. А, ну здесь есть лестница. На один секретные боеприпасы. Так, хорошо. Четвертое. В подемелье куда ты спустишься? На лифте. Там, где необходимо вызвать другой лифт наверх, выстрели в одну из мышиных норок в стене, чтобы вызвать маленьких, но смертоносных быков. Так, ну лифт походу уже маленький. Так, туда мы не допрыгнем. Так, почему-то вниз. Так, ну вот здесь норка. Сейчас прочитаем сначала. Самец Гнаара. Так, серьезно. У нас первый попался самец Гнаара. Противеньки. А где самка? У нас первый лавовый голен. Непонятно. Так, хорошо стреляем сюда. Утилизированы секретные ужасные карлики. Только один был. А нет, здесь еще есть. Видимо, только тот можно было активировать. Так, хорошо. Там, где ты съезжаешь вниз по рампе, по направлению к дверям выхода, пройди к лампе, расположен на узком ступе справа от рампы. Если стоять спиной к выходу, воспользуйся джампадом за лампой, чтобы тебе перекинуло на платформу с боеприпасами. У него платформа находится телепорт обратно. Так, я так понимаю, надо теперь лифт вызывать. Только какая кнопка. Либо две. Так, спускается. Так, как-то он быстро спустился. Лишком быстро. Так, ну туда мы можем идти. Поднимаемся наверх. Так, вот здесь, наверное, рампа у нас идет. Так, там у нас не ядра. Так, хорошо. Так, пройди к лампе, расположенный на узком уступе. Так, она находится у нас в левой части. Нет, не влево. Справа от рампы стоит спиной. Так, по ходу здесь. Да, вот там, за ней. За ней надо прыгнуть. Так, забираем. Наним секрет на боеприпасы. Вот у нас телепорт обратно. Так, хорошо. Шестой. Первый двор. В левой части двора в стене периметра находится колонна в форме обелиска с высеченным на ней рельефом воина. Если смотреть на нее с определенной точки, глаза воина будут светить с ярким светом. Взорви колонну. За ней откроется проход на съемки фильма о Египте. Им покажется знакомым. Видимо, что-то из игры будет. Сейчас кто-нибудь выбежит. Я думаю, что сбоку выбежит. Я думаю, что сбоку выбежит. Зал богов. Прежде чем попасть в церемониальный зал, вавилонцы должны были пройти через зал богов, пройти его молча в полной темноте, не отрывая взгляд от пола, чтобы не прогневить богов. Тем не менее, уборкой они здесь занимались, так что где-то должен быть выключатель. В общем, Сэм, гляди в улба. Так, допустим, смотреть в пол. Чего ждем, уважаемый? Понятно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, там у нас уже механоиды эти ходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прям слышно их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Великолепный вид. Вот это действительно что-то невероятное. Не так уж много людей могли насладиться этим видом во всей красе. Так что нам можно сказать крупно повезло, с другой стороны можно считать, что нам крупно не повезло. Не повезет, если мы наткнемся на того монстра, который упоминается в легендах. Давай действуй по распорядку, но будь осторожен. На вид эти сады самое подходящее место для засад. Кроме того, считается, что в башню может войти только достойный. Не зная, что это значит, надо попытаться получше разглядеть изображение на двери. Так, по секретам, в левой части двора, в стене периметра находятся колонны. Так, в левой. Так, спускаемся, идем по периметру. Здесь пока не похоже. Субтитры создавал DimaTorzok Так, что-то много этих красных. Так, пока ищем. Пока не нашли. А, вот колонны. Я эту черную точку еще. Один проход на съемочную площадку фильма о Египте. Так, на СССР будет всех убить. А может быть так получится. Посмотрим. Микрофон. Так, ну понятно. Первая часть. Такого не было там. Я бы это заметил. Мы тогда убегали сюда. Так, что будет из моего окна. Кровь типа идет. Типа даже уничтожен. Так, ну хорошо. Засчитались. Стой, секрет. Да, засчитался. Так, ладно. Уходим. Так, следующее. Не секрет. А. В съемочном зале номер 6 ты можешь уничтожить мини-версию Укхазана, чтобы появились доспехи плюс 200. Так, а где? А, вон доспехи. Я их не заметил. Ну, мы его и так уничтожили. Так, второе. В том же номер 6 разнеси всех мини-врагов и все строения на съемочной площадке, кроме главной пирамиды. Внимание, главное не убить мини-версию Сэма. Так что используй снайперку. Так, а где мини-версию Сэма? Так, ладно, сохранимся. Я их пытался сжечь. Не получилось. Так, что это нам даст? Так, а я не знаю, здесь не написано, что это нам даст. Ну, допустим, всех убили. Так, ну, вроде как всех убили, ничего не произошло. Сэм жив. А, и все строения на съемочной площадке, кроме главной пирамиды. То есть это тоже надо все разнести. Так, вот это опасно. Так, а нам разносить-то нет. А вот эти можно разнести. Так, сохраним. Пока ничего не произошло. Может, вообще все? Так, звук пропал. Так, а... Так, ну, в принципе, все разнесли. Но ничего не произошло. Может, деревья еще надо все разнести. Так. Так, ну, вполне возможно. Так, что-то появилось. О, сердечко. Здоровье плюс 100. Так, ну, не знаю, вот эти, наверное, можно было не разносить. Надо было деревья все убрать. Так, ну, теперь можно и тебя убрать. Серьезно. Сам себе урон нанес. О, брони больше нет. Так, забавно. Если кроме сложности был повыше, то я бы себя убил полностью. Так, ладно. Так, секретов у нас все равно 6. Так, хорошо. Следующий двор. После двора, содержащего первую табличку мудрости, знаний, 7, иди к... Часть 10. Так, ладно. Следующий двор. Мы еще здесь не побегали. Так, что у нас здесь? Следующий двор. Так, обратно. Нет, все. Нет, я еще хотел там побегать. Все, в ту сторону не ходили. Мы, наверное, вернемся все-таки сюда. В принципе, наверное, можно было идти в следующий двор. А нам же выйти, надо попасть. Да и там, в принципе, ничего нет, кроме пушки. Пушка нам не так нужна. Пушка нам не так нужна. Ну да, в целом, можно, наверное, было сюда пока не бежать. Так, следующий двор. Иги по направлению 1 часа от входа во двор севера-северо-восток. Если север точно по прямой от входа, возьми таблетку с 1 углом, чтобы появился гигантский болотный прыгун. Если выстрелить в него, он развалится на сотне мелких лягушек, незаметных на фоне деленной травы, на очень опасных. Напомню, огнемет жжет. Так, хорошо. Так, вот это нам пригодится. Так, то есть, находится где-то здесь. Это уже вернусь анализу. Обезопасить территорию. Похоже, ты должен взять табличку и обезопасить территорию, чтобы двери открылись. Так. А, следующий двор после двора, содержащего третью табличку. Так, это не совсем то. Первую табличку в грусти. Иди к части на периметре, точно напротив входа во двор, за статуей в центре. Так, это я немножко не ту подсказку прочитал. Сюда надо было сначала дойти. Так, что есть, это разбить. Так, не получится. Так, тоже не получится. Так, у нас, во-первых, табличку надо взять. Так, здесь в стене здания справа есть более темная часть стены, которую можно взорвать, чтобы получить курс неуязвимости. Так, темная стена. Так, как бы не видно, что там внутри. Сохраним, посмотрим. Напугали. Резкие. Табличка знаний. Первая табличка знаний. Великолепно. Первая табличка знаний у нас уже есть. Нужно еще две. И тогда мы сможем попасть внутрь здания. Так, вот вы уже не пугали, потому что вас я вообще даже не ждал. Так, ну, по идее, где-то здесь должна быть темный участок. Так, ну, по идее, где-то здесь должна быть темный участок. Мы здесь заее, куда- Legionний. Как на самом деле? ДАМИ. 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 Продолжение следует... Так, еще раз. Следующий двор после двора, содержащего первую табличку мудрости. Все понятно. Следующий двор. Здесь первая табличка у нас была. Нам нужен следующий двор. Так, здесь налево, здесь направо. Это не совсем двор, конечно. Там, наверное, хп будут. Патрончики. Так, вот здесь уже... Где-то слева. Продолжение следует... А, еще супер ущербов. Так, написано от входа за вот этой колонной. Так, а может, и не совсем здесь. Так, иди к части стеноперемента. Тут точно напротив входа во двор. За статуей в центре. Здесь в стене здания справа есть более темная часть стены. Точно напротив входа во двор. Так, напротив. Это вообще там, что ли? Там вряд ли. Так, второй, в принципе, можно взять. Так, следующий двор. Поле двора. Так, мы все-таки не здесь. Табличка знаний. Попробуем, сможем ли мы в первую пройти. Походу, все-таки в первом дворе. Поле двора. Интересно, назад можем попасть? Нет, назад уже не попасть. Это плохо. Здесь, походу, нету ничего. Все-таки там что-то было. Ладно, сейчас поищем. Так, в общем, как я понял, находится в третьем дворе. Там, где содержится третья табличка. Немножко. Описание немножко. Некорректно. Так, вторая табличка знаний. Ихо. Кстати, ты заметил, что я стал разговаривать со всем, как ты? Не волнуйся, я пока не спятила. Я просто радуюсь. И потом я действительно хочу увидеть, что там внутри. Еще одна табличка, и все. Я знаю, что ты сможешь. Так, идем дальше. Так, темная часть стены. Вот у нас как раз-таки она находится в этом третьем дворе. У нас много таблеток. Так, вот у нас вот эта стена. Здесь у нас неуязвимость. Найдите секретное дополнительное снаряжение. Так, это у нас получается седьмой секрет. Восьмой, иди по направлению. Ну, это, видимо, в следующем уже. Так, это у нас. Так, что-то вас не могало-то. Он же со спины стреляет. Так, хорошо, берем третью. Третья табличка знаний. Была бы я бомбой, точно бы сейчас сорванул. Сделано. Теперь можно войти в ту самую Вавилонскую башню. И посмотреть на монстра, который живет внутри. Наверное, надо сказать тебе спасибо за увлекательное путешествие с посещением интересных мест. Так, намекает, что мы погибнем. Мы пройдем дальше. Так, пока не очень понятно, здесь ли секрет будет. Как написано. Так, что появился прогон. Да, наверное, здесь есть таблетки. Какую-то таблетку взять. Что, здесь как-то вообще ничего нет. А, здесь есть выход дальше. Так, вот таблетка. Вот, наверное, ее сейчас надо взять. Так, готовимся. Берем огнемет. Теперь активизировано могущественное существо. Так, ну да, очень маленькие. Так, хорошо. Это у нас был восьмой секрет. Так, девятый. Когда я живу, Савадор с великолепным видом. Так, хорошо. Там какая-то неуязвимость будет. Хотя, мы, полно, уже брали где-то неуязвимость там. Так, ну, мы, по сути, избрали неуязвимость. Так, как его описал Инертан. Пройди под мостом и сразу перене направо после него к основанию Вавилонской башни. Нет, мы где-то там, по-моему, брали. Снова под мостом пройти. Под мостом мы не проходили. Вавилонская башня. Так, по идее, здесь пройди под мостом. А, вот это, наверное. Наверное, секретно-плантное снаряжение. Так, отлично. Так, теперь десятое место, чтобы войти в Вавилонскую башню. Снова посетить первый двор. Слева от нее. Тот, где была первая табличка знаний. Пройди чуть вперед от входа в него, чтобы активировать секретный второй раунд. То есть еще один рейд вокруг Вавилонской башни через знакомые дворы, но с гораздо большим и сильным сопротивлением врага. Интересно. Я бы вряд ли сам туда пошел. Повторно. Попробуем. Нам главное, чтобы секрет зачитали. Так, по идее, так это нужно сделать. Интересуем второй секретный раунд. По сути, в принципе, проходить-то и необязательно. 685 максимум целей. Еще сотка должна быть. Так, ну секрет мы активировали. Ладно, пройдем. Боинец. Посмотрим, что за враги будут. Ясно. Меня, надеюсь, везде будут давать сверхмощь. Хотя не факт. А, здесь уже не даются. О, какой-то новенький. Так, ну хорошо, для Инартана у нас. Новый противник. Самка горного Алудранского рептилоида. Так, рептилия самка хладнокровная. Примитивная раса, 35 метров, очень высокая, очень высокая выносилась рожденность, оружие, магическое, самонавидящиеся снаряды, награды 40 тысяч, опасность высокая. Крупные, четверорукие рептилии, проживающие в стиме Алудран, что в созвездии Большого Пса. Эта примитивная раса согласилась сражаться на стороне Ментала в обмен на магическую силу. Они мечут самодвиживающиеся огненные шары, снабженные примитивной системой самонаведения. Горные рептилоиды значительно крупнее и опаснее своих собратьев сравнен. Приведенные в ярость увеличивают скорострельность самки значительно больше самцов и потому значительно опаснее. К тому же в связи с нас, с особенностью биологического устройства, критические дни у них длятся круглый год, что не самым лучшим образом сказывается на их характере. Окей. Продолжение следует... Так, пока мощь действует... А, там еще одна есть. Возьмем новую. Супер ущерб. Так, ну еще одна самка появится. Нет, все. А, ну сейчас еще четвертый двор. Так, да, вот это, наверное, мы все заберем. Неуязвимы сдаются. Здесь что-то крупное должно быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, она с полученных данных, что это за жук. Личинка Экзотех. Киборг Антропод. Продукт генной инженерии. 10 метров чрезвычайно высокая плазменная пушка лазера высокой мощности биооружия. 750 тысяч награда. Опасность высокая. Успех первого издевательства над природой. Создание биомеханоида сподвиг Ментала на дальнейшие эксперименты. Пытаясь создать совершенного и послушного телохранителя, Ментал решил соединить детали робота с еще более примитивной органической формой жизни. Личинка и насекомого. Личинка была наделена тяжелым вооружением и помечена в умножитель силы. Получившееся создание должно было охранять Ментала. Но все пошло не так, как планировалось. После 17-го покушения личинки на жизнь Ментала и множество часов, проведенных за объяснением Киборгу разницы между его повелителем и обычной гусеницей, Ментал все-таки сдался и нашел в своей зверюшке новую работу – охранять портал, который может доставить ему серьезные неприятности. Советы. Сила личинки в силовых реакторах. Она будет постоянно пытаться подзарядить батареи, так что проверь окрестности на наличие подозрительных устройств. Прячься от выстрелов за колоннами. Так, хорошо. Так, меня убить не можем? Манец. Так, ведь может устройство взорвать. Наверное, если подзарядка идет от них. Сначала это все надо взорвать. По сути, все. Лечиться он не сможет. Патроны издают нам бесконечные. Так, может проще будет так. Так, лазера. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Кусок брони. Так, хорошо. Так, а там что за дверь? Что, дверя может подойти? Звуки какие-то идут. Никого нет. Ладно, идем в портал. Так, секреты 10. Украшенную цель 653. Идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.